Более 20 коммунальных объектов, в том числе и в историческом центре Одессы, будут приватизированы. Это решение приняли депутаты Горсовета во время последней сессии этого созыва. Этот вопрос не прошел профильную комиссию, его внес депутат фракции, доверяя делам Александр Матвеев с голоса сразу во время заседания. Большинство объектов продадут по сниженной цене, так как аукциона не будет. Сейчас все помещения, здания и подвалы сдаются в аренду частным предпринимателям. Если они сделают ремонт 25% площади, то смогут претендовать на первоочередное право выкупа. Проблема у нас какая в городе? То, что ОСМД отдают дома, а подвалы оставляют в городе. И смотрите, какая происходит вакханалия. То есть вместо того, чтобы отдать ОСМД, чтобы они эксплуатировали, чтобы трубы поменяли, имели доступ, да хранить там что-то тоже надо для этого ОСМД, да образовать даже кабинет сделать там для начальника ОСМД. Они берут без депутатов, втихую и продают. Я предлагаю снять все эти вопросы с повестки дня. Если городу не нужны 17 миллионов 400 гривен аренды, то тогда, ну, меня удивляет этот вопрос очень сильно. Отмечу, среди помещений, которые разрешили приватизировать, есть памятники архитектуры по адресу Лонжероновская 21 и Успенская 72. То есть Одесса может потерять два городских достояния из-за халатности города по отношению к культурным объектам. Некоторые здания и помещения удалось защитить от недобросовестных арендаторов, как, например, цветочную лавку на Сегетской 17. В этом помещении у них так называемый холодильник, где они сохранили цветы, чтобы они не завяли сразу. Но они ничего не сделали для того, сделали там температуру 5-6 градусов. И, в принципе, за стеной, ну, чуть-чуть потеплее, но температура такая сохранялась. Сотни раз мы обращались к арендатору, выходили на связь, он нас игнорировал. С тем, чтобы он изолировал это помещение от тех, которые находятся рядом. К нам приходили жильцы и жаловались, и все. И мы обращались и в Приморскую райадминистрацию в свое время, писали письма. Обращались и к арендатору. Никак. И сегодня я смотрю, выносится этот адрес на покупку. Я поднял вопрос, снять, немедленно снять этот адрес. Также депутаты без обсуждения утвердили очередной кредит в размере полумиллиарда гривен. Ряд вопросов, связанных с отчуждением городской земли, вызвал недовольство у нардепа от президентской партии Артема Дмитрука. Но на слугу народа никто особого внимания не обратил. Также сегодня планируется продаться землян в тех местах на 13-й станции Фонтана, где одесситы борются за свой парк. Где уже благодаря вам, Геннадий Леонидович, также строятся незаконные стройки для мэр, графу моря и калипсо. Также вы хотите сегодня продать землю Альтаире, где вы уже и так настроили огромное количество домов, но при этом забыли предупредить людей, куда ходить им в садики и школы.